Добрый день! Мы хотим обратиться к генеральному прокурору России Игорю Краснову. Помогите нам нашей ситуации. Мы остаемся на улице. Ситуация сложилась так, что когда мы покупали жилье, нигде не было официально указано, что дома аварийные. Нам пропустили и госреестр. Все пропустили. Я сделку делала в МФЦ. Никто ничего не сказал, что дом в аварийном состоянии. Хотя, по идее, уже знали. Город об этом знал. Мне сообщили, что в 2013 году признан аварийным. Я покупала в 2015, на маткапитал. В 2015 году, в августе месяце, мне прислали бумаги о том, что дом аварийный. Вот тогда я только узнала. А сейчас под поправками нового закона от 2019 года. Хотя я обращалась много куда. И ответ мне приходил, что закон не имеет обратной силы. К нам применяют эту обратную силу. И нам не хотят давать жилье, которое нам положено. Мы не просим новострой, центр города. Нам хотя бы вторичку дайте. Мы не купим ничего. У нас детей лишают просто-напросто жилья. У них доли у детей. Мы их выделили как родители. Все сделали как положено. Но город решил, что наши дети недостойны жилья. На суде администрация сказала, что у них не было денег. Вот, как бы до 2021 года они не могли найти денег. Землю у нас выкупили за 2500 рублей. У меня есть документы. Там все расписано, за сколько выкуплена земля мэрии. Наверное, мы очень бедный регион. Поэтому такие деньги не могла мэрия найти на выкуп земли. Вот наш дом, в котором мы жили. Купили за мат капитал. И сейчас также нас выселяют на улицу просто. Нас уже высели на улицу. Без всяких решений суда уже вынесено. Будем обжаловать это решение. Будем подавать в вышестоящие инстанции. И, ну, будем чего-то добиваться. И, надеюсь, добьемся. Нам предлагают деньги. Деньги, за которые купили по договору купли-продажи 453 тысячи. И эти деньги каждому на счет по 151 тысячи. То есть матери, у меня брат есть, вот брату и мне. Много нюансов с этими деньгами получится. Их могут вообще в итоге потом не дать. Потому что мат капитал второй раз не выдается. И все. Жеребьевка у нас была. Квартиру я свою смотрел. То есть когда наш дом начинали расселять, мне выпадала квартира. Я в ней был. Мы уже там планировали ремонт, делал все. Ну, а потом все это отозвали. Я брала ипотеку также по мат капиталу. Потом сняла через полгода обременение, как погасила ипотеку. Выделила детям доли. Причем в поправках указано то, что у кого там дарение, наследство. На этих людей как бы эти поправки не касаются. Ну, наполовину касаются. Квартира не положена, а положена выкупная сумма. Там вот 40 тысяч за квадратный метр. А мне также предлагают 454 тысячи. Хотя я гасила ипотеку, получается, за свой счет. У меня также есть письмо, где мне выделяется квартира. На Пятом Динамовском я также прошла жеребьевку. Осматривала свою квартиру, подготавливала все документы. Ездила в органы опеки, чтобы они дали разрешение на то, чтобы мои дети там проживали. И пока у меня суд длится. Получается, 150 лежит у одного ребенка на счету, 150 у другого, 150 у меня на руках. Пока я ищу вот на свои там 150, мне может орган опеки запретить покупать дом, который я подберу, жилье, которое я подберу. Они могут сказать то, что им не нравится, их не устраивает. Но у меня нет прописки, не будет ее. На суде я попросила администрацию, пропишите меня в здание администрации Саратова, чтобы мы могли в поликлинику обратиться, получить документы. Мы ничего не можем сделать без прописки.